За пять лет область по ВРП в Республике вторая, промышленность первая, сельское хозяйство первое, валовый региональный продукт растет, производство растет, строительная монтажная работа, которую мы сегодня определяем, внимание, достаточно высоко, это порядка первого места все равно в Республике. Инвестиции, в основной капитал 96,5%, мы не дотягиваем пока 20 миллионов в квартале в нашем полугодии. Я думаю, что мы подойдем к этому делу. Что тебя настораживает в связи с этой агрессивной политикой коллективного запада? У нас, естественно, затихарились те люди, которые ездили на Польшу, на Украину. Они фактически сегодня где-то без работы. Доходы их уже падают, падают. Мы регистрируем, так сказать, то, что, естественно, границ пересечения их нету. Короче, в районе трех тысяч, это, как ты сказал, затихарившиеся. Которые потеряли доходы, перемещаясь через границу туда-сюда, что-то вывозили, топливо в основном. Их может быть и больше, но их надо слышать, слушать, ну и разговаривать с ними надо. Там, где мы можем, это же все-таки наши люди. Там, где мы можем, мы поддержим, поможем. И работу будем предлагать. Совершенно верно. Надо работать, начинать. Не надо думать, что завтра Запад распротертыми руками их примет. Конечно. Ну, находясь на границе, мы это абсолютно чувствуем отголоски всех, которые есть. Как обстоят дела текущие? Если брать все-таки по промышленному производству, у нас за 4 месяца сложилось 85%. Ожидаем по 5 месяцев 88%. Почему? Ну, у нас район, будем говорить, больше сельскохозяйственный, но из волообразующих предприятий, которые дают нам объемы по производству промышленности, это является границей. К сожалению, здесь объективно 56% в структуре промышленности это у нас занимает границей. Значит, повалил тебя у промышленности границ. Гранит, да. Ну, в основном, да. Даже автосчастично. В 2020 году обрушились мы в основном из-за того, что Российская Федерация ввела против рынка нерудных строительных материалов нашей страны нетарифно-регулирования. То есть, практически несовершенности вагона. Так а что? Ну, ввела, и что дальше? По 300 тысяч квота. А что мы не работаем в этом направлении? Работаем мы в рамках ЕЭК и с ними на двойку. Значит, немедленно премьер-министрам довести этот вопрос, чтобы мы могли продвигаться. Ну, и разбирайтесь с руководством завода здесь. Что ж все время спихивать проблемы наверх? Надо здесь шевелиться, надо более эффективно решать эту проблему. Это не катастрофическая проблема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова